Ну вот и всё. Сегодня мы прощаемся с Уракивой. Я вам показал нашу квартиру, я вам показал город, рассказал про всё, что у нас здесь, с нами приключилось. У нас начинается новый этап в Израиле, поэтому погнали! Ну что, мы поместились? Ребята, мы на них приехали в Узбирь. Я нашёл природный штатив для камеры, но здесь ветер, но здесь прекрасный вид, который вы можете видеть через YouTube. Мы переехали в пустыню. Город называется Эллад. Это самый южный город Израиля. Здесь рядом граница с Иорданией и Египтом. Если кто-то хочет посмотреть, мы живём в лютой пустыне просто. Просто в лютейшей красавице Эллад. Офигеть! Офигеть! Да! Смотрите, это просто потрясающе! Просто вокруг пустыня, вот он, залив Красного моря Акаба. На той стороне уже город Акаба, который принадлежит Иордании. Вот это всё, это пустыня Нигев. Потрясающие гиды. Сейчас поднимемся на эту гору. Прикольная тропинка такая. Крутовата немножко, но... Мы, так сказать, любим сладость. Ё-моё! Посмотрите на это. Мазы! Это просто! Вот вам и пустыня. Вот вам и лад. А вот вам и горы. Такой ветер мощный. Я боюсь, у вас там звук уже просто зашивается. Так, ну что, идём дальше. Я думаю, пора спускаться потихоньку. Мой трекинг на сегодня закончен. Итак, почему именно Эйлад? Почему мы сюда переехали? И вообще зачем? Итак, причины. То есть, это экономические, смена обстановки, языковые. Ну и вообще, в планах такое было. У Ракива достаточно прикольный, хороший город, но он очень спокойный. Блин, уже, так, я вам скажу, немножко это... Очково тут спускаться, если честно. Но ничего. Наши не пропадали. Ну так, вот. У Ракива, он маленький город, там 20-х населения. Да, он прекрасно расположен. То есть, мы нашли, чем заняться. Мы ездили в Тель-Авив. Тель-Авив просто в сердце. Реально очень крутой город. Потрясающий именно с точки зрения всего и архитектуры в какой-то мере, и удобства. Ну, архитектуры, ладно, я чуть-чуть загнул. Но вот удобство городской среды. И там просто потрясающая набережная. Ну, в Израиле я такого нигде не видел. В Элате вообще, ну, это не набережная. Это просто, не знаю, пляж, пляж как в береговом почти. Шутка. И хотя мы ездили и в Хайфу, и в Тель-Авив, мы изначально планировали переехать в Тель-Авив, но в Тель-Авиве нереально дорого. Ну, то есть, там жилье, это ползарплаты отдавать за хорошее жилье. Но, ну, как бы чуть-чуть не того пальто, не то, чего мы хотели. Мы все-таки сюда приехали зарабатывать деньги, и, ну, хочется откладывать. Поэтому Тель-Авив такой возможности предоставить, ну, не может. И это хотели, конечно, максимально избавиться от каких-то бытовых, рутинных проблем. И тут вот такая прекрасная возможность, то есть, нужно заморачиваться там с походами в магазин. Потому что, я объясню, почему. Потому что, когда вы оба работаете по 12-13 часов, именно столько нужно работать, чтобы хорошо заработать, чтобы реально зарабатывать и прям хорошо откладывать, нужно работать очень много. И времени тратить на походы в магазин, готовку еды, как бы не очень хочется. И, ну, не очень есть желание. Тебе реально хочется отдыхать. А тут есть такая возможность. У нас общежитие, нам предоставляют общежитие. Это девятиэтажка, в которой есть спортзал, бассейн, магазин. Там даже водку продают. Ну, представляете, просто внизу в доме, ну, не выходя прямо из дома. То есть, ты прямо в тапчике спустился, и у тебя в холле внизу продают, ну, магазин, вендинговые аппараты, которые круглосуточно работают, барбершоп, химчистка. Ну, и, соответственно, в номере все есть. Wi-Fi, душ, телевизор, кондиционер. Ну, полностью все условия. И мы платим за это 380 шекелей. Даже если гуглим до 400. И посчитаем по 20 рублей. Это где-то 8 тысяч человек. Что для Израиля это просто смешные деньги, да? Потому что я вам показывал, какую студию мы снимали за 42 тысячи. И там много чего не было в этой студии. Ну, соответственно, питание. Питание. Мы питаемся при отеле. У нас, возможно, 4-5 приемов пищи в день. Там шведский стол. Это прям такая, я бы сказал, очень клевая столовка для рабочих. Потому что там бешеный выбор. Всего там даже 2-3 вида. 4 бывают вида десертов. Молоко, соки. Фруктов маловато немножко. Ну, это я уже с жиру бешусь. А так разные виды первого, второго. В общем, ну, то есть очень достаточно клевое питание. И стоит это 5,5 шекелей в день. Это 100 рублей в день. Поэтому, ну, честно, это не расходы абсолютно. При этом у тебя все твое свободное время ты посещаешь себе, своей семье. Там, я не знаю, лази не по горам, как это делаю я сейчас. Вот. Чтобы любоваться городом таким прекрасным и красивым. Причем коллектив интернациональный просто на все 1500 миллионов процентов. в котором достаточно, ну, очень дружелюбный коллектив. Очень дружелюбный коллектив. Приятная атмосфера. И мы охренели, как нас встретили. Тепло и хорошо. Вот. Поэтому короче, очень много плюсов. Единственный минус это жара. Здесь вот сейчас, я думаю, ну, где-то 20-ка. 20 градусов примерно. И прям очень тепло. И даже ветер в кофте, ну, в кофте мне даже жарко. Я вот, ну, потому что я иду, и такое достаточно интенсивное ландшафтное местность, горное, назовемое так. блин, посмотрите, как это клево выглядит. Это же вообще потрясающе просто. Просто потрясающе. Я, у меня такой поток мыслей, если честно, что, ну, я, ну, иногда теряюсь. У меня очень много информации. И вообще в жизни очень много, что происходит. Я вам рассказываю, наверное, ну, какую-то часть там может быть интересно большей части аудитории. То есть, про, именно, про место, где мы работаем, живем, про какие-то развлекухи. Но, помимо этого, есть еще огромная часть. Это увлечение каких-то именно развития, финансового развития, финансовой грамотности, правильного отношения к деньгам, работы с современными видами финансовых инструментов, активов. Я этим очень давно занимаюсь. ну, есть определенный прогресс. И тоже, возможно, когда-нибудь, когда у меня будут те результаты, которые мне будут устраивать, я обязательно вам про них расскажу, про то, что я испытал. Также еще я очень сильно сейчас занялся своим здоровьем. Причем использую, скажем так, не совсем доказательную медицину, но доказательную медицину в своих подходах к оздоровлению полному своего организма. тоже есть определенные результаты. Вот, но обо всем я обязательно расскажу, но уже хочу это сделать по факту. Когда я приду к конкретным целям, которые были передо мной поставлены, мной же, когда я к ним приду, я обязательно про это расскажу. Просто еще немножко не пришло время. Так, ну вот, пожалуй, это и был водный выпуск, скажем так, из Элата. Пожалуйста, все, все, пишите комментарии, задавайте вопросы, если что-то интересует, я вам расскажу. Вот, так, выпуски сейчас будут, выпуски будут выходить, ну, я думаю, раз в неделю стабильно, пока планируется так. Вот, дальше очень много интересного будет, сто процентов. Будет очень много каких-то крутых вещей, потому что Элат настолько, настолько насыщен разными видами активного отдыха, разными интересными местами, которые можно посетить, и мы уже заряжаемся, мы уже начинаем двигаться в этом направлении. Вот, сейчас зима, спасибо то, что сейчас зима, и в Элате не сезон, и будет поменьше работы, то есть я вам сейчас наверное за зиму и начало весны расскажу максимально, дам максимальной информации по поводу вообще работы в Израиле, жизни в Израиле, то, что происходит в нашей жизни, те сложности, с которыми мы сталкиваемся, то, что мы проходим, вот, потому что летом, когда будет работа, реально будет не до этого, реально будет не до этого, потому что будет много работы, вот, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и все, так что друзья, до новых встреч и пока!